Можешь прибавить в любой момент. Хороший, типа, шелк. Ну, для Алексея, да, в этом, наверное, есть смысл. Состязаться в скорости рук сейчас с Бадром Харе, наверное, смысла ему большого нет. Попал, гонг. Ситуация пока, прямо скажем, для Красного Скорпиона довольно безрадостная. Не идет. Откровенно не идет бой, откровенно поединок. И, получается, Бадр Харе его, аперк, прессует. Занял середину и гоняет его по всему рингу. А во-вторых, опять-таки, созидание. Надо что-то сделать самому, чтобы выиграть в обязательном порядке. Если не получается, да, он вполне уверен, пока избегает таких серьезных атак. То есть ничего, прямо вот, такого страшного-страшного-страшного по голове он не пропустит. Вопрос, но пока еще есть сила клинчевать. Понятно, что за этим рефри довольно внимательно следит. Но, наверное, Викос так пропустит. У Алексея сейчас, конечно, очень тяжелая задача. Забит Самедов пришел еще в угол подержать своего коллегу. Еще типы, и все там. Приятно. Это хорошо, что по защите, на самом деле. Грубим, товарищ Харри. Грубим, товарищ Бадр Харри. Это удар локтем называется. С двойки не попал. Дальше локоть выставляется вперед, параллельно земли, в челюсть. Так чуть-чуть бах. Ну, конечно, это, ну, на опыте. Он все равно нехороший человек. Не давать Бадру работать. То, чем сейчас занимается Алексей Игнашев. Попасть навстречу. Попасть навстречу. Сепи бдительность. Нормально, нормально. Бадр падал. Восемь поражений нокаутом есть. Сделай справа-лево. Ну, конечно, конечно, конечно. Подходить. Он танцует на дальней дистанции. Работает ногами. Сейчас делает, в принципе, все, что хочет. Хорош. Попал. Болтанул немножко. Зашел левый сбоку. Нормальный. И в продолжении колена показал, что есть еще какой-то порох. Можно еще работать. Бадр вообще не бьется сейчас. Оборот избавил. Что-то придумал и выцеливает. Или просто решил доработать, что называется. На количестве удара. Ох, а вот это опасно. А вот это опасно. Вот это опасно. Сейчас хорошо то, что уже Алексей голову наклонил. Бадр Харри в нее влетел под бородком. Леша, давай. Леша, убей, Леша. Двойка по корпусу. Ну, вязкий бой. Вязкий бой. Алексей. Пытается предложить. Ох, ох, как обидно. Ох, как обидно. Попади сейчас этот удар, конечно, было бы здорово. Но в спорте со слагательного наклонения не бывает. Тяжелая лоу. И двойка попала. Бадр сработал комбинацию. Ушел назад. Сработал, ушел назад. Вот, атаку не развивает. У второго ровного закончен. Константация, в общем-то. Очень, конечно, тяжело. Очень тяжело. Очень тяжелое передвижение. Если честно, на багаже, конечно, стоит больше Алексей Игнашов. Надо назвать ее своими именами. Очень тяжело у нее получается в созидании. Честно говоря, теряешься прямо в догадках. Бадр Харри не сказать то, что он придумывает абсолютно непреодолимое. Да нет, вполне себе преодолимое. Да, тяжелые удары, да, хода, неплохие комбинации. Да, вот эти беспокоящие типы. Но глобально он сам не подключает еще даже второй скорбь, как мне кажется, по крайней мере. Он обозначил очень хорошее преимущество. Занял пространство. Гоняет Алексей сейчас по хорошему форингу. Но предлагать рубку здесь Алексею-то виднее предлагать ее или нет. Он совершенно однозначно, надо атаковать самому. Совершенно однозначно. Он не хватает. Не хватает, прежде всего, передвижениями. Передвижениями, количеством ударов. И все равно ты не сможешь выиграть, если ты не бьешь. Еще по корпусу. Раз, два, три, четыре. Тип раз за разом заходит. Такой же только в голову и может получиться кисло. Забит Сометов уже сам практически выскочил. Выскочил на ринг. И болеет очень сильно, видно, активно переживает. За Алексея Игнашова. Она прекрасно понимает, что кто этот сейчас бой-то отдает. Мой голландский мараканец, да куда там устал. Лупик только дай дорогу, при этом, опять-таки, не вырабатывается. Не вырабатывается сейчас. С его опытом. Раз, два, есть попадание. Сейчас Баттер Харри попадает. Попадает довольно тяжело. 88 побед нокаутом. Это повод поразмыслить. Как раз Алексей все правильно делает. Он вперед не лезет. В таком темпе, видимо, эти кондиции позволяют ему пока работать только так. Другое дело, что время тоже. Закончено практически. Правый сбоку, да. Минута, минута, минута. И изменения. Ну вот, 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 вот. Что-то проявилось. Все, 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 все. Все, все, все. Скорпион. Минутники, бей, 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 бей. Но, к сожалению, да. К сожалению, просто не получается. Нечем. Нечем физически. Баттер Харри его спокойно переигрывает на кондициях. На кондициях, на комбинаторике, на количестве ударов, в которые он попал, Алексея нет. Даже, наверное, не сделал. Это, наверное, больше сказать. Нет, он не упадет. Я не верю в то, что красный скорпион здесь рухнет. К сожалению, здесь поражение абсолютно однозначное. И, по-хорошему, если сказать по совести, абсолютно безвариантовое. Как бы мы там ни относились. Баттер Харри это Баттер Харри. Он сработал процентов, ну, как я, по крайней мере, вижу. Процентов где-то на 50. Спокойный. Улыбающийся. Не затративший какого-то большого количества сил. И, ну, просто видно. Абсолютно уверенный был, когда выходил. Так что история не повторилась. Очень счет 2-1 по отношению к Игнашову. Ну, а, конечно, очень обидно. Очень обидно, что это не шоу-тайм 2003 года, когда в третьем раунде Алексей Бадро уронил. Ну, видимо, вот при сегодняшнем состоянии, состоянии на сегодняшний момент, ничего Алексей со своим соперником сделать попросту не смог. Здесь ничего дополнительно придумывать нельзя. Почему? Ну, я думаю, что потому что. Потому что, во-первых, время. Время, оно проходит. Понятно, что и те победы, и те увеличия, и те данные, которые позволяли Алексею Гашову воспитать своих оппонентов, они все-таки уже во многом прошли. Я надеюсь, к сожалению, кто-то сомневался. Эксперт в борьбе с гриппом и простудой. Тарафлю. Некогда болеть.